Открытие центров регистрации и выдачи паспортов болельщиков проходилось сегодня сразу в пяти городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и в Сочи. И везде в торжественной обстановке. Была организована прямая линия. Первый паспорт болельщика получил сочинец Никита Колотовкин. Сам он из семьи профессионального футболиста. Большую любовь к спорту привел отец, поэтому теперь он с гордостью носит звание супер-болельщика. Всегда болеет за Россию, Аргентину и Сербию. Олимпийские игры прошли. Мы были счастливы. Чемпионат мира для меня как футболиста – это мега событие. Я счастлив, что я здесь, я в центре. И сейчас здесь. Ну, безграничное. Да, это супер. Послом чемпионата мира по футболу от Сочи является сын советского футболиста Слава Митревелли Сергея Митревелли. Он, собственно, сегодня и приветствовал болельщиков из других городов России во время телемоста. Те матчи, которые пройдут в городе Сочи, обязательно я на всех буду в матчах. Потому что это действительно такое событие мирового масштаба. И надо использовать эту возможность, чтобы побывать на таком мероприятии. Интерес к турниру. Огромное большинство заявок от российских болельщиков. Спрос со стороны зарубежных поклонников футбола составляет 34% от запрошенных билетов. Их продажа продлится до 31 января. Мы всех приглашаем на фестиваль болельщиков, который будет в центральной части города. Это площадь Южного Мола. И там на 10 тысяч человек будет в ежедневном режиме проходить большие праздничные гуляния с открытым показом матча чемпионата мира. То есть будет прямой трансляции. Поэтому это будет такая большая, красивая праздничная атмосфера. Чемпионат мира по футболу как наш край, так и наша страна принимает впервые. И, конечно, та подготовительная работа, которая проходит. Как я уже сказал, стадион, который принимал открытие-закрытие олимпийских, паралимпийских игр, был полностью реконструирован. Подготовлена великолепная футбольная пола. Увеличено количество зрительских мест по требованиям FIFA. Стадион теперь вмещает почти 45 тысяч мест. Соответственно, подготовлены тренировочные площадки. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут 4 матча группового этапа, а также встречи 1-8 и 1-4 финала. 15 июня в отборочном матче на стадионе Фиш встретятся сборные Португалии и Испании. 18 июня сыграют команды Бельгии и Панамы. 23 июня Германия против Швеции. 26 состоится 4-й отборочный матч между сборными Австралии и Перу. Елена Всевсовна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.